Всем доброго дня! Вас приветствует канал NECO. Меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжаем создавать игры на Unity. Сегодня будем учиться, как мы можем с помощью кода заставить запуститься нашу анимацию. Зачем это нам нужно? К примеру, у нас есть какие-нибудь двери, либо какое-нибудь препятствие, может быть, какие-нибудь камни сверху падают. Как сделать так, чтобы после взаимодействия нашего игрока с каким-нибудь объектом, чтобы запустилась анимация, например, упали камни, либо он нажал наш игрок на кнопку и открылась дверь. В общем, много разных вещей можно с этим сделать. Главное понять, как можно с помощью кода, с помощью какого-нибудь события запускать анимацию. Но еще я вам покажу, почему наш, хоть и имеет коллайдеры, все эти объекты имеют коллайдеры, видите, вот эта зеленая линия, но почему все равно наш игрок проходит сквозь них. Начнем с этого. Посмотрите, какие интересные штуки могут произойти. Ну, чтобы наш объект взаимодействовал с другими коллайдерами, нужно, например, чтобы наш игрок имел rigidbody. Rigidbody – это такой компонент, который придает ему физические свойства, то есть, скажем таки, плотность будет у нашего игрока, поэтому он уже не будет проходить сквозь объекты. Для этого, чтобы добавить rigidbody, это очень просто. Мы идем, выбираем нашего игрока, либо вот здесь, либо сразу вот на сцену. И выбираем add component. Появляются все его атрибуты, вот в инспекторе. И выбираем, вот у меня уже написано, видите, мы можем так в поисковике искать rigidbody. И вот появляется rigidbody. Не путайте rigidbody 2D, потому что 2D – это для игр 2D, а у нас rigidbody просто для игр 3D. Все, выбрали. Здесь мы можем выбрать use gravity или нет. Но это нам нужно в случае, если наш объект будет падать или нет, то есть, будет на него действовать гравитация или нет. И еще можно сделать, что он кинематик или не кинематик, но об этом мы еще поговорим. Пока что это не важно. Итак, ну давайте посмотрим, что произойдет, если я ему добавил rigidbody. Напомню, что у всех объектов есть коллайдер. Запускаем и смотрим. Итак, движется мой канал к миллиону подписчиков. Много препятствий. Встречается на ходу, но ничего страшного идет. Бум! Ай-яй-яй-яй-яй. Бум! Ай-яй-яй. Нет, 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 нет. Пронесло, пронесло, пронесло. Нет, 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 нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Все, ушел в полет. До свидания. А я даже голова начала кружиться. Все, вылетел. Вот так вот, проиграли. В общем, вы заметили, что происходит. Теперь объекты нас могут ударять, поворачивать на 180 градусов и так далее. Мы падаем, потому что у нас есть use gravity. То есть на нас действует гравитация. Но, в принципе, вот все. Еще одна интересная вещь. Сейчас в коде нам нужно будет сделать так, чтобы мы запустили анимацию. Ну, давайте сделаем на примере вот этой анимации. Любую анимацию мы можем запустить таким образом. Но я покажу на примере вот этой двери, к примеру. Эта дверь сейчас сразу запускается. Выбираю я эту дверь. И у этой двери выбираю аниматор. Выбираем аниматор. И смотрим, что у нас cup 1. Вот он, cup 1. Вот он, аниматор этой двери. Cup 1 я его выбрал. Вот в таком виде. Что это такое? Это состояние. Вот это анимация, а это вход в анимацию. Вход осуществляется, когда запускается игра. То есть запустилась сцена, вернее сцена. Потому что если у вас несколько сцен, она не сразу запускается, конечно. Не сразу запускается анимация, если сцена еще не запущена. Запустилась сцена, запускается вот этот вот вход. И сразу переходит на нашу анимацию. Поэтому она сразу запускается. Мы между ними можем сделать другое состояние, наше собственное. Правая кнопка мышки, create state, выбираем empty. Все. Назовем его, к примеру, wait, то есть ждать. И все. И ждем. Теперь главный переход анимации нужно перенести на wait. Не чтобы сразу после входа шел на enemy3, на нашу анимацию, где дверь поднимается, опускается, а шел на вот это вот состояние state, wait, простите, и ничего не происходило. Выбираем вот это, state, matching default state. Ой, даже не могу произнести. И выбираем wait. Все, видите, теперь ничего не произойдет. Если я запускаю, смотрим. Видите, наша дверь вот эта большая не двигается, то есть стена. Хорошо. Как же теперь ее запустить из кода? Ну, во-первых, нам нужно сделать, чтобы наш плеер с чем-то столкнулся, и тогда мы сможем заметить, если он столкнулся с тем же, с чем нужно, тогда поднимается эта дверь. Давайте создадим отдельный... Так, сохраняем нашу сцену. Давайте создадим отдельный куб. GameObject. Create 3DObject. Куб. Все. В трансформу этого куба делаем reset, чтобы он вернулся на первоначальное состояние, и отсюда притаскиваем его поближе. Вот сюда. Давайте его сделаем каким-нибудь сплющенным, чтобы это был не куб. Так, ну давайте попробуем 0,003. Ну вот, видите, вот так, нормально. Все, вот он наш куб. Так, ну он почти на полу. Хорошо. Мы можем добавить ему цвет с помощью материала, как мы раньше делали, но пока что мы это делать не будем. Давайте сделаем таким образом. Наш игрок движется прямо пока, что мы не можем управлять. Поэтому направим, чтобы он сразу прошел по этой платформе. И в этой платформе тоже есть коллайдер. Но это был куб, теперь это у нас платформа. Итак, когда наш объект имеет коллайдер и имеет rigidbody, и другой объект тоже имеет коллайдер, то при столкновении мы можем заметить, что один коллайдер вошел в другой коллайдер. То есть есть столкновение. И мы можем взять наш гейм-объект в коде и взять его, например, имя или что-то с ним сделать. Итак, ну нам что нужно сделать? Нам нужно сделать запустить эту анимацию. Анимация ничего общего с этим не имеет. Правильно? Правильно. Но в коде есть такие функции, которые нам позволяют найти наш объект, даже если у нас нет с ним никакого взаимодействия, и что-то с ним сделать. Поэтому то, что мы будем делать, это запускать анимацию. Но нам нужно узнать, когда ее запускать. И мы хотим запустить, когда наш плеер, наш игрок пройдет по этой платформе, когда он с ней столкнется. Бум. Хорошо, давайте ее чуть-чуть поднимем, чтобы он точно столкнулся. Так, все, видите, он проходит. У этой платформы, так, нам нужно сделать, что это из триггера. Хорошо. Наш плеер, давайте посмотрим, что произойдет. Идет, идет, бум. И проходит сквозь нее. Все, теперь нам нужно создать сквит, который будет замечать столкновение и запускать анимацию. Для этого идем опять же в папку Asset, вернее Asset, постоянно назову Asset. В нашу папку Scripts. И здесь создаем новый скрипт. Create C Sharp Script. Либо мы можем сразу у объекта. То есть выбираем, мы хотим дать этот скрипт вот этому объекту, правильно? Значит, можно сразу здесь add component и пишем скрипт. Так, new script, видите? То есть, как вам удобнее. Я сразу в папке пишу. Вот здесь выбираю папку Scripts. Выбираю Create. Create и C Sharp Script. Все, появился. И здесь назовем его OpenDoor Script. Все, Enter. И теперь этот скрипт мы переносим на наш объект. Выбираем наш объект. Либо в цене, либо вот здесь вот в иерархии. И переносим его вот сюда, где компоненты находятся. Все, перенесли. И теперь мы его открываем. OpenDoor. Для того, чтобы редактировать. Все. Update нам не нужен. Поэтому удаляем. Эта функция нам не нужна. Нам нужна только функция Start. И еще мы добавим одну функцию, которая есть у этого класса. MonoBehaviour. Мы добавим такую. Untrigger. Так, где? Untrigger.Enter. То есть, когда столкнется с нашим объектом, запустится эта функция. И нам выдаст коллайдер. И мы сможем из него взять наш объект. Каким образом? Ну, к примеру, смотрите, я пишу Print. Print нам помогает печатать вот здесь на консоли. Это как в Android Studio, если кто разрабатывает приложение. Вот здесь. Logi. То есть, у нас будет выходить сообщение. Вот здесь. Просто для того, чтобы, когда мы создаем игру, чтобы мы видели, что там происходит. Итак, пишем, к примеру, Print. И я могу написать Collider. И здесь плюс Other. То есть, беру вот этот объект Collider. И из него вытаскиваю game-объект, с которым столкнулись. Пишу GameObject. Видите, мне выдает GameObject, с которым я столкнулся. Если я столкнулся, вышла эта функция. И мне выдает Other. И оттуда беру GameObject. И каждый GameObject имеет Name. И таким образом я узнаю, с каким объектом я столкнулся. В принципе, все. Сохраняем и проверяем. Так, жмем Play. И здесь смотрим. У меня выбрана консоли. Бум, видите, столкнулся. Так, давайте жмем паузу. И здесь написано Collider, как я и написал. Collider. Плюс. Ну, здесь плюс не указывается, естественно. Просто добавляется следующее слово. Следующее слово – это Other GameObject Name. Мы берем имя объекта, который с нами столкнулся. С этой платформой. И это Player. Давайте выберем наш куб и посмотрим. Видите, его название – это Player. Все правильно. Теперь, если я хочу что-то сделать при этом столкновении, могу написать. Но представьте, если у нас есть несколько объектов, которые могут столкнуться, тогда я пишу If, чтобы отделить Other GameObject Name Equals. Как в Android Studio. То есть, похож на Player. То есть, если это одно и то же, тогда запускаю что-нибудь вот здесь. В этом условии. Если совпадет столкновение, то есть мой объект, который столкнулся с названием Player. Если его название – это Player, то запускаем здесь что-нибудь. Что мы будем запускать? Давайте сделаем следующее. Создадим Private GameObject. Private GameObject. Назовем его Dur. Зачем нам это нужно? А нет, вернее, давайте сразу назовем аниматор. Нам нужен аниматор. Dur animator. Мы могли бы этот аниматор достать из GameObject. Но зачем делать лишнюю работу? То есть, взять GameObject и у GameObject искать аниматор. Мы можем сразу искать аниматор. Почему? Потому что нам нужен вот этот аниматор, который я вам и сказал. Так, берем паузу, остановим. Аниматор. И у этого аниматора есть вот такие вот состояния. Вот нам и нужно переключиться с одного состояния на другое. Пока у нас ничего не включено, сейчас это мы все сделаем. Так, аниматор, аниматор. Хорошо. Теперь давайте найдем этот аниматор. Вот эта функция старт запускается один раз, когда запускается сцена. Поэтому нам нужно только один раз найти наш аниматор. И после мы уже, когда хотим, получаем к нему доступ. То есть, каждый раз его не нужно искать. Например, вот здесь в этой функции. Могли бы здесь найти. Но зачем каждый раз тратить ресурсы нашего смартфона, либо компьютера, если вы делаете для компьютера игры. Когда мы можем один раз только найти этот объект, аниматор. И после ему уже пользоваться. Поэтому мы здесь пишем дур-аниматор равно game-object. Таким образом ищутся, мы можем искать объекты на экране. Find. И в скобках указываем, что мы ищем. Мы ищем, естественно, нашу дверь. Вот эту вот так. Ну, дверь или стена, как ее назовем. И вот я ей дал уже название. У меня раньше называлось куб. А я изменил название. Вот здесь можете изменить. У этой стены. И назовем ее дур. Хорошо. Ищем эту стену. Поэтому пишу game-object.find. То есть найди дур. Это что-то похоже, как в Android Studio FindViewById. Все. Нашел я этот дур. Теперь точка getComponent. Потому что у этой двери, как я сказал, есть компоненты. Видите? Mesh, Renderer, BoxCollider, Аниматор. Нам нужен аниматор. Поэтому пишу getComponent. И в треугольных скобках указываю, что за компонент хочу найти. А мне нужен аниматор. Правильно? Поэтому пишу аниматор. Нет, аниматор нет. Аниматор. Все. Круглыми скобками закрываем. И точка с запятой. Все. У меня есть аниматор. Теперь как с помощью этого аниматора запустить анимацию? Для этого нам нужно в состоянии. То есть, видите, у нас пока перейдет в состояние wait. Сразу как запустится наша сцена. И все. И ничего происходить не будет. Наша анимация вот она. Значит, нам нужно теперь с этого wait стрелочку перевести вот сюда. Только чтобы она запускалась при определенных условиях. Поэтому выбираем make transition. Как там было? Transition. Все верно. И теперь, выбрав эту transition, вот эту стрелку. Так, у меня здесь было, когда я раньше делал эксперименты, удалю. Извиняюсь. И теперь, когда выбираем вот эту вот стрелку, здесь видите, list empty. У нас есть layers и parameters. Выбираем parameters и добавляем плюсик. Здесь есть разные. Мы можем добавить float, то есть определенное число и так далее. Но нам нужен boolean. Сейчас вы поймете зачем. Я напишу start duranim. То есть, нам нужно дать название, по которому мы будем искать. Например, duranim1. Все. И изначально какое состояние будет? Если я отмечу галочку, то будет, так как это у нас boolean, boolean это принимает значение либо true, либо false. Если галочка отмечена, значит true. Если нет галочки, false. То есть, правда или ложь. По умолчанию это будет false. То есть, у нас не будет запускаться анимация. Все. Но пока что это работать не будет, потому что, опять же, нужно выбрать нашу transition. Вот эту вот, которая будет переходить. И вот здесь видите condition, то есть условия. При каких условиях мы перейдем к нашей анимации. Добавляем плюсик. И здесь у нас единственное условие, которое есть, которое я только что добавил. Это start duranimation. И здесь я указываю, так как это boolean, я указываю true либо false. Я указываю true. Это значит, что при условии, если start duranimation, то есть этот boolean, это переменная, будет true, тогда с wait анимация запустится. То есть, пройдет transition, то есть запускается, наш аниматор переходит сюда. Пока ничего не делает. Чтобы аниматор наш запустил нашу анимацию, он должен пройти по этому мостику. Но пройти по этому мостику может только при условии, если start duranimation 1 равно true. Но оно равно false, поэтому ничего не происходит. Если мы запустим, ничего не происходит, ведь наша дверь стоит. Хорошо. Как же сделать, чтобы start duranimation, вот этот boolean, стало true? Очень просто из кода. У нас есть аниматор, поэтому если есть столкновение, мы пишем. То есть duranimator, duranimator.setboolean.setbool, простите. И тут указываем два значения. Первое – id. А id – это название вот это. Start duranim1. То есть, поэтому мы и дали ему свое название. И значение, в которое хотим, чтобы он перешел. Поэтому пишем первое. В кавычках мы пишем start. То есть, название должно в точностью соответствовать. Если хотя бы одна буква неправильная, работать ничего не будет. Start duranim1. Правильно. И теперь запятая true. Все. Точка запятой. Теперь, если есть столкновение с плеером, если наша платформа столкнется с плеером. Почему платформа? А потому что этот скрипт принадлежит ей. Мы сюда передали. Значит, если наша платформа столкнется с плеером. Вернее, плеер столкнется с нашей платформой. А этот код просто-напросто в аниматоре выбирает, чтобы мы могли перейти в вот эту transition. То есть, с этого мостика перейти на анимацию. Чтобы наш аниматор перешел сюда и запустил нашу анимацию. Вот и все. Давайте проверим. Запускаем. А, так, я забыл сохранить код. Извиняюсь. Здесь тоже нужно сохранять. Жмем сохранить. Все. Запускаем и смотрим. Дверь не двигается. Все, пошла. Только мы тронули. Сразу пошла. Ну и теперь опять то же самое. Меня ударяет. Бум, бум. Ай-яй-яй-яй. А вот, вот, вот. Может проскочим? Нет. Сомневаюсь. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Полетел. Я могу летать. Полетел. Перепрыгнул. Отлично. Отлично, отлично. Чудеса. Чудеса науки. Это у нас почему произошло? Непонятно. Так. Так, я выбрано. Так, я убрал UseGravity. Поэтому такое и произошло. Хорошо. Видите? То есть, если выбрал Gravity, меня возвращает на Землю. Если не выбрал, то я летаю. Еще раз. Так, запускается дверь, если мы сталкиваемся с платформой. И теперь меня ударяет. Бум. Но я всегда на Земле. Видите? Бум. Вернулся на Землю. Так, так, так. Бум. Все. А если убираю UseGravity у моего объекта, который имеет Rigid Body, это мой игрок, то если меня толкнут, то я начинаю летать. Потому что Земля меня не притягивает. Так. Пусть меня ударит. Бум. Смотри. Там. И начинаю взлетать. Взлетать. Пошел на взлет. Пошел, пошел, пошел. И полетел. Хорошо летит. Хорошо летит. Низко. К дождю. Так. Ну все. Надеюсь, все понятно. То есть, давайте быстренько пробежимся еще, потому что мы выучили. И все. На этом урок будет закончен. Так. Для того, чтобы сталкиваться с объектами, хоть у них и есть коллайдеры, нужно, чтобы у объекта хотя бы у одного был Rigid Body. В данном случае у нас игрок будет сталкиваться с объектами, поэтому мы добавляем ему Rigid Body. И если мы используем UseGravity, тогда он будет притягиваться к земле. И тогда он будет, ну вернее не к этой платформе, а вниз будет падать постоянно. Если у нас есть препятствие, в данном случае вот эта вот эта платформа, то он на нее падает. Если уберем UseGravity, то при столкновении, когда что-то его толкнет, он начнет просто парить в воздухе. Поэтому нужно, в зависимости от того, что у вас за игра, либо ставить сюда галочку, либо нет. Но обычно ставится, потому что у вас не будут, я думаю, летать там объекты. Или да, может быть у вас какие-то птицы в игре, я не знаю. Так. Дальше. Когда мы создаем какую-нибудь платформу, объект, он может быть так же невидимый. То есть мы можем убрать у него MeshRenderer. И столкновение так и будет. То есть видите, к примеру, если я запускаю сейчас, он все равно с ним столкнется. Смотрите. Бум, все, запустилась дверь. То есть вы его не видите. Почему? Потому что у него нет этого... Так, где он есть? MeshRenderer. MeshRenderer это то, что рисует, то есть внешний вид его. Я его отключил. Если его включил, видите, он виден. В зависимости, может быть, вы хотите сделать какую-нибудь ловушку, чтобы игрок ее не видел. В данном случае это видно. Итак. Все. К этому объекту мы прикрепляем скрипт. И скрипт очень простой. Так как он прикреплен уже к этому объекту, то мы используем функцию UntriggerEnter. И узнаем, когда что-то столкнулось с нашим объектом. У этого объекта обязательно должен быть коллайдер. То есть если с этим объектом что-то столкнулось, то мы получаем информацию о столкновении, о объекте, который с нами столкнулся. В данном случае этот объект коллайдер. И внутри этот объект коллайдер несет в себе, к примеру, GameObjectName. То есть несет в себе GameObject, который с нами столкнулся. И мы можем получить доступ, например, к его названию, либо к каким-нибудь его компонентам, чтобы что-то изменить. Например, мы могли бы получить доступ к его жизни и отнять у него жизнь. Если это у нас какие-то шипы. Плеер столкнулся с шипами. Мы получаем нашего плеера. И у него в коде, в нашем плеере записана его жизнь. Мы отнимаем, например, 10%. Или еще что-то. Хорошо. Дальше. Мы берем наш аниматор. И у аниматора добавляем промежуточное состояние. Чтобы аниматор не сразу запускал анимацию, а проходил через это промежуточное состояние. Когда он заходит в это промежуточное состояние, он не может перейти на анимацию, потому что, чтобы перейти по этой вот стрелочке, по этой transition, мы поставили условия. То есть создали переменную Boolean, которую назвали StartDurAnim1. И поставили условия. То есть, когда выбираем, здесь у нас есть справа, видите, Conditions. А условие такое. Только может перейти на анимацию, то есть по этому мостику. Если StartDurAnim1 равно True, либо False. Я выбрал True. Все. Так как она никогда не равно True, значит, никогда не запускается. Дальше что происходит? В коде, когда мы указываем, что DurAnim, то есть мы находим нашу анимацию, таким образом, GameObject, Find и по имени нашего объекта, в данном случае объект это стена вот эта, я назвал ее Dur, мы находим наш объект. А этот объект, наша стена, в себе несет этот аниматор с анимацией, правильно? Поэтому мы находим наш объект с помощью FindDur и берем Component. И Component в треугольных скобках указываем, что это аниматор. И все. И его присваиваем, вот здесь аниматор, то есть создаем переменную, и все. Теперь он доступен на уровне всего класса. И вот здесь уже при столкновении использую этот аниматор объект. Беру аниматор SetBoolean, указываю, что за boolean хочу выбрать и какое значение. Я указываю True. Так вот, теперь в нашем аниматоре значение вот это StartDurAnim1 равно True. У нас условие такое, если оно равно True, тогда можно перейти на анимацию. Все. Переходит на анимацию и запускается анимация. Ничего особенного. То есть, то, что вы видели, когда мы сталкиваемся с объектом, все то, что я вам объяснил, бум, запустилась анимация и пошло. Вы можете запустить любую анимацию. Также коллайдеры, как я уже сказал, используются, например, отнимать жизнь. Если вы столкнулись там, либо сразу умирает наш игрок, либо, ну может быть, у него какая-то стена обрушивается. В общем, много чего можно сделать. Надеюсь, это все понятно. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Ставьте лайки. И увидимся на следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok